Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Данила, I need help. У меня случилась такая история. Спать не могу, хочу видеть, что мои видео полезные. Просьба. Если вдруг в вашей жизни, желательно если в благотворительной жизни произошли изменения после просмотра в лучшую сторону, вы чему-то научились и есть какой-то видимый эффект, напишите в комментариях. Мне это важно. Как-нибудь отблагодарю. А теперь к теме. Несколько месяцев назад я делал скринкаст о том, как снимать и монтировать VR-видео. Выпендрился, снял его в VR. Видео хорошее, я там все время куда-то еду, но из него совершенно непонятно, как монтировать VR-видео. Исправляем эту оплошность. Итак, сейчас я воссоздам все, что происходило на маленьком экране в моем VR-видео, только уже на большом плоском экране. Итак, мы берем Adobe Premiere. Берем видео, записанное в VR. Записывал я на Samsung Gear 360. Это дешевая камера от Samsung, чисто побаловаться. И добавляем видео в проект. Далее следует стандартный вопрос, а до установки кодека. Нужно просто согласиться. И теперь у нас есть возможность работать с VR. Ну то есть еще не совсем, нужно еще в настройке эпизода указать, что мы работаем с VR. Вот здесь в настройках последовательности нужно включить равно прямоугольное. По умолчанию, по-моему, здесь стоит ноут. Нет. Теперь, если кликнуть правой кнопкой мыши в окне монитора и выбрать видео VR включить, мы имеем картинку, которую будет видеть зритель. Ее можно крутить, вертеть, но это ни на что не влияет. И размер ее ни на что не влияет. В виртуальной реальности нет размеров. Она вокруг вас. Но непосредственно в этой картинке мы видим вот такие штуки. Искажение геометрии. Черные дыры. Это особенности склейки двух изображений с объективов именно этой камеры. Которые устраняются достаточно просто. К камере прилагается программное обеспечение, которое знает особенности геометрии линз и просто склеивает изображение, убирая эти черные дыры. Я думаю, ко всем недорогим камерам прилагаются подобные программы. А если вы снимаете с помощью шести редов, то и не мне вам объяснять, как бороться с черными дырами. То есть, как склеивать шесть кадров без геометрических искажений. Скорее наоборот, я бы у вас получился. Непосредственно эта программа простая. Вы просто закидываете файл в окно проекта, и он начинает его пересчитывать. Пересчитывает он его медленно. Пока вот видите ноль процентов, но минут за двадцать посчитает. Вот. По прошествии двадцати минут мы имеем готовое видео. Без всяких черных дыр и швов. Кладем его на таймлайн. Теоретически в этой программе можно даже монтировать, но я бы не советовал. Я даже не стал разбираться, как тут что делать. Чаще всего подобные программы, это, конечно, издевательство. Но забрать отсюда файл мы можем, уже склеенный. Для этого нажимаем записать результат. Выбираем кодек. В данном случае просто оставляем H264 и меняем разрешение. Непонятно почему, по умолчанию стоит 2560. Снимали мы в 4К. То есть выбирать нужно самое высокое из того, что есть. Выбираем, куда положить файл. Выбрали. Пуск. И еще двадцать минут, тут уж ничего не поделаешь. И все. Файл выгнали. Просто закидываем его в проект, кидаем на монтажный стол. Старый неправильный можно убить. И мы уже имеем готовый склеенный файл без геометрических искажений. На самом деле мне писали в комментариях, что искажения есть. Действительно в ютюбе в местах склеек иногда есть дрожание. Но ожидать от камеры за 16 тысяч рублей, что она будет снимать как спилберг, не приходится. Тем более, что швы появляются только в ютюбе. Здесь их нет. Ну и теперь уже можно делать с файлом все, что угодно. Можно его подрезать. Можно просто монтировать встык с другими кадрами. Можно работать со звуком. Я, например, записывал отдельно звук на зум. Вот можно его сюда подставить. Заменить грязный звук. Можно кинуть какой-нибудь эффект. Подкрасить клип. Вот там Моджи, например. Можно добавить титры. Просто добавить заголовок. Причем забавно, что надпись будет тоже в 360. То есть она будет искажаться, как будто она всунута в эту реальность. Надпись можно двигать в этом клипе. Короче, дальше вы просто монтируете, как обычное видео. С поправкой, конечно, что оно 360. Единственное, тут есть понятие начальной точки. То есть где будет центр внимания, когда клип запустится. Это плагин offset. По-русски смещение. Находится он в папке искажения. Вы его кидаете на трек. Единственное, в мониторе нужно выставить координаты по нулям. Сейчас они сбиты. И просто крутите смещение по оси X и Y. Ну тут логично начинать видео с музыканта. И все. Дальше выбираете экспорт. Кодек H264. Цифровать с атрибутами исходного файла. Единственное, что отличает экспорт VR видео от плоского, вот эта галочка VR, которая по умолчанию будет стоять. Цифруем и получаем VR ролик. Конечно, в идеале его нужно смотреть в шлеме. Все-таки VR с мышкой это какое-то извращение. Но смысл в том, что ролик уже есть. А шлем дело наживное. Ну вот. Повторяя то, что говорил в первом скринкасте, технически VR это достаточно просто. А вот с творческой составляющей тут уже есть сомнения. Все-таки мы стоим на ступени зарождения VR как искусство. Посмотрим выстрельнет ли. Все любите друг друга. Не спешите сбрасывать плоское видео с парохода современности. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.